Здание библиотеки имени Пушкина, известное как дом Смышляева, предположительно, построено больше 200 лет назад. Изначально это был одноэтажный дом, который много раз перестраивался, меняя владельцев. Сегодня в двухэтажном особняке можно не только читать книги и собирать информацию, а ходить на экскурсии по закоулкам особняка, в котором с непривычки легко заблудиться. Вот это у нас отдел организации использования фондов, отдел книгохранения святая святых библиотеки, и куда не каждому человеку был открыт раньше доступ. Ну вот сейчас этот подвал у нас отремонтирован, а некогда. Здесь находились в этом доме самые разные подсобные помещения. Дом был купеческий, богатый, поэтому здесь находились и квартиры, прислуги. Где-то здесь находилась кухня. Вот в этом углу располагались огромные печи для отапливания этого дома. Даже сохранили немножко золы из этих печек и старенькую заслонку. Вот так выглядели стены подвала до ремонта. А это гвоздь фабрики Купца Кашина, который служил больше 200 лет. Строители его специально сохранили на память библиотеки. Сейчас в подвале хранятся книги, которые редко требуются читателям. Здесь очень толстые стены, и это одно из самых тихих и темных помещений дома Смышляева. И, конечно, как любой уважающий себя старинный дом, этот тоже имеет своего призрака. Но мы надеемся, что он очень у нас добрый. Сейчас даже говорят, что вампиры водятся не в темных и зловещих лесах Трансильвании, что они переселились в более комфортное жилище. И водятся сейчас в высоких, спокойных и тихих залах научных библиотек. А еще в этом здании очень странная акустика, говорят библиотекари. Например, когда сбрасывают снег с крыши соседнего дома, звук идет как будто бы из подвала. И это далеко не все истории старинного особняка, знакомство с которым мы обязательно продолжим.